Здравствуйте! В эфире программа «Бизнес-решение» в студии Алена Патрина. И сегодня мы поговорим о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. И для этого мы пригласили в студию заместителя главы городского округа Люберца Андрея Николаевича Сырова. Андрей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Смотрите, предприниматели – это основа основ экономики любой страны. И на сегодняшний день наше правительство поддерживает малый и средний бизнес и всячески это стимулирует. Как в нашем городском округе это происходит? В нашем городском округе более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По инвестициям их вклады в экономику более 70%. То есть 70% всех инвестиций в городском округе Люберца – это инвестиции от субъектов малого и среднего бизнеса. Они работают в абсолютно разных отраслях народного хозяйства. Мы поддерживаем прежде всего потребительский сектор, это услуги различные. И также предприниматели, которые занимаются социально ориентированным бизнесом. И предприниматели, которые занимаются реальным сектором экономики в производстве товаров, работ и услуг. Что хочу сказать, что на данный момент у нас есть программа по поддержке субъектов малого бизнеса. Там предусмотрено средства 3,5 миллиона рублей. Они направлены на поддержку предприятий и организаций, которые приобретают основные средства. И мы компенсируем часть затрат их. Это в основном станки и оборудование. А также социально ориентированному бизнесу, которые, как правило, это детские сады частные. Это какие-то частные организации, которые занимаются секционной спортивной работой. Мы им компенсируем затраты, связанные с арендой помещения, приобретением основных средств. Кроме того, в городском округе Люберца у нас широкая сеть поддержки имущественного характера. На данный момент у нас 16 объектов, которые находятся в удовлетворительном состоянии. И мы их сдаем по программе рубль за квадратный метр. То есть предприниматель может прийти и получить помещение за 1 рубль за квадратный метр на долгосрочный период. Его задача только будет это помещение отремонтировать в течение, как правило, до полутора лет. И использовать уже по своих целях. На данный момент у нас 5 больших объектов субъекта малого бизнеса восстановили. Это все такие объекты, как баня, которая была в Томилино, баня в Малаховке. Сейчас завершалось почти восстановление бани в городке. Мы долго этим объектом занимались. Мы забирали этот объект в Министерство обороны Российской Федерации. Потому что он долгое время не использовался. Был заброшенный банно-прощитный комплекс. Передали субъектам малого бизнеса. Он его восстановил. И по факту место приложения усилий для субъектов малого бизнеса. И такой социальный проект, в том числе для жителей, которые давно привыкли ходить туда в баню. Там будет общественная баня и обычные различные номера. В целом, для социально незащищенных слоев населения там предусмотрена целая система скидок. Полностью, я так думаю, данный объект заработает уже в сентябре этого года. Смотрите, правительство еще очень часто сейчас обращает внимание именно на женский бизнес. На мам в декрете. Он тоже набирает популярность. У нас в округе с этим как обстоят дела? Мы поддерживаем абсолютно любой бизнес. Не только женский, но и мужской. Здесь нет особых различий. Потому что человек, который занимается бизнесом, для нас важен. У нас нет гендерных различий. Но действительно, у нас есть отдельная общественная организация, которая занимается поддержкой именно женщин. Это непосредственно занимается у нас такая верховуха Елена. Оказывает поддержку женщинам, которые занимаются бизнесом. И мы тоже всячески стараемся. Здесь, прежде всего, необходима конституционная поддержка. То есть, чтобы подсказать, что нужно сделать, куда обратиться, какие документы подать, когда подать. Для того, чтобы, скажем так, оптимизировать свои расходы и, возможно, получить дополнительные доходы, которые, на первый взгляд, они не видят предприниматели. Да, вот с этого момента мне интересен один нюанс. Получается, предпринимателями становятся люди не всегда с высшим образованием. И они могут становиться им стихийно. Что-то начал изготавливать. Женщины, у них какой-то свой женский бизнес. Ногти, парикмахерская. Они поработали какое-то время и решили, что они могут быть сами предпринимателями. Естественно, они не владеют ни бухгалтерией, ни какими отчетностями. Им нужна помощь. Вот есть такие какие-то обучающие моменты со стороны администрации? Действует у нас такое, скажем так, одно окно для поддержки бизнеса. Это «Мой бизнес». Они проводят и серии обучающих семинаров, и дополнительные встречи с предпринимателями, которые подсказывают, особенно для людей, которые, как вы сказали, стихийно стали предпринимателями, что нужно делать в первую или во вторую очередь. Ну, мы открыты 24 часа на 7. Мой контакт в социальных сетях во всех есть. Прямо в контакте. Мне в личку многие обращаются, и я лично подсказываю, ориентирую, куда обратиться. Или бы непосредственно даже сам поотвечаю на определенные вопросы. Оперативно мы решаем ту или иную задачу для предпринимателя. Поэтому мы открыты абсолютно для бизнеса в этом плане, и работаем круглосуточно с ним на связи. И еще у нас, нам как известно, предпринимателем может стать любой человек, начиная с 14 лет. Там с некоторыми ремарками, там, это реальная, по-моему, какая-то доверенность от родителей должна быть. Вот этой категории мы как можем помогать? Молодой бизнес. Прежде всего, вот при поддержке имущественной поддержки, там есть основные критерии, это прежде всего, да, для начинающих предпринимателям предоставляются меры поддержки. Гранты безвозмездные на открытие собственного дела до 500 тысяч рублей. А когда они подают, эти документы на гранты? Ну, подают. Мы объявляем конкурс, как правило, ну, сейчас на данный момент конкурс, кстати, идет, по ряду мер поддержки, связанные с поддержкой на модернизацию и социально ориентированным предпринимателям. А для начинающих предпринимателей мы, как правило, объявляем тоже в сентябре, в августе. В зависимости от вообще потребности, потому что не всегда предпринимателям хотят обращаться за этой мерой поддержки. Почему? Ну, это связано с разными ситуациями. Прежде всего, дополнительные бумаги готовить, и не всегда... Там большой пакет документов? Да, не особо большой пакет, просто сам пакет документов, его какой-то нужно готовить. Для нас он, по-моему, вообще небольшой, а те люди, которые ни разу этим не занимались, для них большой, просто непонятный, и просто не хотят связываться. Но, кроме того, есть меры поддержки для субъектов, начинающих предпринимателей, которые стоят на учете в центре занятий. Там специально проходят курсы обучения для предпринимателей. Там определенное направление обучения происходит. И им после итогов обучения представляется также небольшая поддержка финансового характера, которую они могут использовать для начала своего собственного дела. У нас такие предприниматели-примеры были, которые пришли из центра занятий, там встали на учет, там отучились, получили меры поддержки там. А потом пришли, начали работать, и уже меры поддержки оказывали мы. Из администрации городского округа Люберца. И сейчас предприниматель очень хорошо себя чувствует, а начинал как безработный. Это очень замечательно. Кроме того, большая поддержка есть в области московской. Для предпринимателей она абсолютно разного характера. Там и микрофинансовые организации дают непосредственно займы. И фонд поддержки промышленности также дает займы под небольшие проценты на предпринимательные основные средства. Этим всем можно воспользоваться. Полный перечень находится на сайте Миниинвеста Московской области. Инвестиционный портал. Можно зайти в поисковике в любом забить. И там полные меры поддержки представлены. Еще один такой момент. Есть еще категория граждан, которые активное долголетие. Они вышли на пенсию и, как обычно, начали заниматься своим досугом и начинают воплощать все, что они когда-то могли сделать руками. Кто-то там вяжет, кто-то шьет, кто корзины плетет. Вот этой категории у нас тоже есть какая-то помощь? Мы такой категории тоже помощь окажем, если она будет. На данный момент у нас пока она не проявилась. Да, не проявилась. Хотя мы активно, особенно в конце прошлого года, скажем так, учебного года, до мая месяца проводили встречи еженедельно с представителями активного долголетия и вовлекая его в различные активности. В том числе мы предлагали непосредственно представителям активного долголетия дополнительно найти себя и устроиться на работу или по гражданскому правовому договору, либо самостоятельно как-то заниматься, представлением каких-то работы, услуг. Но пока вот такой активности мы не увидели. Если будут желания, мы готовы проработать и оказать им поддержку. Просто они, наверное, скорее всего, скромны, потому что они первые откликаются на все нововведения, они отзывчивы, это еще то поколение, которое очень доброе на самом деле. И вот сейчас что-то происходит там в стране, и они первые предлагают свою помощь на безвозмездной основе. Они безвозмездно все это делают. Поэтому хотелось бы, чтобы их как-то поддержали, и куда им можно обратиться, это тоже к вам. Да, и правильно понимаешь? Да, мы поддерживаем. Представитель активного долголетия мы предоставляем, во-первых, для занятий физической культуры и спорта постоянное помещение. Кроме того, еженедельно формируем списки и вывозим новый бассейн, который у нас построился на территории Мгавка. И каждый четверг у нас, представитель активного долголетия, там проводят время. Кроме того, мы открыли новую активность катания на САПах, на Кореневском карьере. Они это тоже могут? И они это могут и делают. Поэтому в этом плане мы их активно поддерживаем и вовлекаем во все наши активности. Но предпринимательство требует немножко других подходов и вообще другого подхода. И здесь не все в него вовлекаются. А сейчас мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь. В эфире программа «Бизнес-решение» в студии Алена Патрина. И сегодня мы поговорим о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. И для этого мы пригласили в студию заместителя главы городского округа Люберца Андрея Николаевича Сырова. Андрей Николаевич, вы неоднократно говорили «социальные предприниматели». Не все могут понимать эту аббревиатуру. Кто такие социальные предприниматели? Предприниматели – это, прежде всего, те юридические лица или индивидуальные предприниматели, цель которых, прежде всего, направлена на представление социальных услуг. Они, безусловно, на этой истории зарабатывают, потому что слово «предприниматель» здесь остается. Однако маржинальность здесь намного меньше, чем в обычном бизнесе. Поэтому и меры поддержки здесь предусмотрены дополнительно для того, чтобы их поддержать. Это, как правило, детские сады, различные платные спортивные секции. Вот такого характера. А как администрация сотрудничает уже с действующими предпринимателями? На данный момент у нас есть союз промышленников и предпринимателей городского округа «Люберца». Мы с постоянной периодичностью проводим встречи для того, чтобы обсудить различные вопросы предпринимателей, какие есть дополнительные мнения, что сделать лучше. Кроме того, мы стараемся постоянно, по сути, еженедельно выезжать на предприятия для того, чтобы смотреть своими глазами, как работает бизнес. И уже иногда даже не только от руководителей предприятия, но и от простых работников услышать их чаяния для того, чтобы их жизнь сделать интереснее и лучше. Кроме того, на территории городского округа работает торгово-промышленная палата, отделение от Московской области, которое объединяет предпринимателей, как правило, уже субъектов малого бизнеса, микропредприятий, которые также собирают или обсудить существующие сложности. Получается, вы взаимодействуете с ними? Да, через эти организации мы работаем. Кроме того, как я уже говорил, есть такой мой бизнес, который, по сути, одно окно для всех предприятий, предпринимателей в части меры поддержки, где-то какой-то конституционной поддержки, имущественной поддержки, финансовой поддержки, потому что много программ есть федеральных и региональных. Полностью они все структурированы на сайте, как я уже говорил, Министерства инвестиций Московской области, инвестиционном портале. И предприниматели обращаются, и мы оказываем помощь. Кроме того, у нас есть инвестиционный портал городского округа Люберца, здесь тоже можно обратиться. Там размещены перечень непосредственно объектов недвижимости, которые могут выслужить как меры имущественной поддержки, которые можно арендовать предпринимателям. А также и другая информационная поддержка, которая необходима для того, чтобы составить бизнес-план, ну и просто непосредственно подготовить документы для подачи, например, в банк и получить кредит. Вот эта площадка «Мой бизнес», она очень активная, она действует на все Подмосковье. Да, абсолютно верно. А представительство в Люберцах есть или это просто сразу напрямую туда? Нет, у нас есть непосредственно, скажем так, окна или люди, которые работают в МФЦ. Туда может любой предприниматель, начинающий, не начинающий, обратиться, и там ему помогут зарегистрировать бизнес, наоборот, его как бы ликвидировать, как бы без вопросов. Но лучше регистрировать. Понятно, я смотрела статистику, получается, что у нас на сегодняшний день, вернее, на сегодняшний день, это как бы прибыли, да, оно выросло, это где-то на 20 тысяч. Стало предпринимателей больше, это, ну, люди, получается, не хотят работать на кого-то, хотят работать на себя, да, и могут проявить свою какую-то творческую часть. Да. И тогда еще вернемся к вопросу о предприятиях, которые уже действующие. У них есть выход на международные рынки? Или мы только как бы действуем на нашей территории? У нас есть предприятия, которые ведут экспорт? У нас много предприятий, которые, по сути, поставляют продукцию свою за пределами Российской Федерации. Да, скажем так, их круг туда, куда они поставляют, немножко сейчас трансформировался. Но в целом такие предприятия, они все узнаваемы. У нас работают крупнейшие предприятия вертолета России. По сути, это главное конструкторское бюро. У нас работает компания «Звезда», которая производит скафандры и система жизнеобеспечения, которая производится и поставляется в разные страны. Кроме того, есть предприятия, которые пищевые, которые мы знаем, это «Фабрика природы», они делают гречишный шоколад. На данный момент они отрабатывают непосредственно в Саудовской Аравии. И то есть абсолютно разные компании. У нас полный перечень компаний размещен тоже на сайте. Мы в прошлом году издали брошюру тех предприятий, которые наиболее узнаваемые. И чтобы наши люберчане знали, что такие предприятия работают на территории городского округа люберцы. И когда они встречаются в магазине тот или иной бренд, в продуктовом, например, группе компании «Леба», мы не понимали, что это предприятие работает в люберцах. Такая, как компания «Дядя Ваня», производство блиновых огурцов или консервированной продукции, это тоже люберецкая компания. У нас сделали специально аллею промышленности, которая располагается слева от администрации. Там 40 основных предприятий. Тоже можно прийти и ознакомиться. И многие удивляются, что такие компании работают на территории городского округа люберцы. Получается, в любом случае, человек, который захотел стать предпринимателем, он приходит в администрацию и может быть уверен, что его не отвергнут. Нет, мы не отвергнут. Мы всех поддерживаем. Можно приходить. Можно не приходить, а написать просто мне в личку ВКонтакте. Можно написать на сайте «Мой бизнес». Можно обратиться просто письмом к главе. Мы всех поддерживаем предпринимателей. Всех, кто хочет заниматься бизнесом, мы каждого поддерживаем. Это можно как на личную консультацию прийти, так и в электронном виде. Мы встречаемся, мы проводим встречи, каждую неделю выездные встречи проводим. Мы готовы встретиться каждый день, если у кого такая потребность имеется и будет. В какой-то определенный день? В любое время. Напишут личку, мы договоримся, когда удобно, и встретимся. Может, тогда озвучим людям контакты, которым они могут к вам обращаться? Сыров Андрей Николаевич, ВКонтакте, социальные сети, забивайте в поисковике, пожалуйста. А городской телефон? Городской телефон на сайте размещен, на портале администрации городского округа Люберц. Но лучше в личку, там быстрее. Потому что это круга, по сути, мы 24 на 7. Конечно. Мы работаем 24 на 7. Мы смотрим, кто пишет, и стараемся оперативно ответить. Просто на рабочем месте я постоянно в разъездах, не всегда могу ответить на рабочий телефон. А если в личку напишут, то все, я всегда увижу, где бы я ни находился. А какие секторы в экономике считаются приоритетными в нашем округе? Любые секторы экономики для нас приоритетны и важны. Потому что там работают люди, они производят общественные блага для того или иного направления. Будь это торговля, будь это строители, будь это производство, либо бытовые услуги. Потому что это все взаимосвязано. И наша экономика, в данном случае городского округа Люберца, очень диверсифицированная экономика. И в этом плане она позволяет нам, когда происходят какие-то явления кризисные, довольно устойчиво стоять на ногах. Поэтому мы отдаем предпочтение всем направлениям. Ну, как я уже говорил, поддерживаем для субъектов малого бизнеса, это производство, IT-направления, социальный бизнес. А существуют ли в нашем округе акселераторы для поддержания стартапов? Конечно. Торговая промышленная палата приходит туда, задает вопросы, мы всех поддерживаем. Андрей Николаевич, огромное спасибо, что посетили нашу студию. Спасибо за развернутые ответы, за помощь. Приходите к нам еще. Хорошо, обращайтесь, спасибо. Вы смотрели программу «Бизнес-решение». В студии была Алена Патрина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин